Здравствуйте! На сайте администрации вышел видеосюжет от руководителя ТОС про генеральный план. Давайте немножко послушаем именно обратную точку зрения по поводу генплана на наш город. Я думаю, будет правильно высказать и такую точку зрения, а в конце я дам небольшую свою. Генплана не может существовать без генплана. Даже вот видите, наша территория небольшая, но у нас на этой территории, для нашей территории, мы специально заказывали в архитектуру план благоустройства нашей территории. Зачем? Ну, чтобы действительно делать все последовательно и правильно. Ну, так и в городе. Вот сейчас у нас, в общем-то, у нашего города, сейчас я не вижу облика курортного южного города. Почему? Потому что действительно было все застроено хаотично. Кто как хотел, так и строил. Я, например, согласна. Я приветствую генплан новый, в новой концепции. Почему? Потому что там много социальных сфер, много зеленых зон. Я бы хотела, чтобы как можно быстрее приняли этот генплан, чтобы все это заработало, чтобы там, где были строения какие-то незаконные, чтобы все это изменилось и все это было приведено в порядок. Ну, это только на благо развития города. Я благодарна, во-первых, знаете, вот администрации, в чем и мэру, и депутату, в том, что в конце концов взялись за этот план, за этот генплан. Это так, мне кажется, это вот для всех, кто бы ни был, какой бы нас мэр ни приходил, для всех это было неподъемная просто такая ноша, вот этот генплан. Это неблагодарное дело. Люди на эмоциях могут говорить все, что им хочется, да. Вы слушать это очень тяжело, но работа-то пошла. И спасибо за это, спасибо за то, что у нас в конце концов будет делаться это все правильно, не хаотично. В конце концов город примет такой южный курортный акцент. У нас сейчас этого нет облика. В конце концов человек, который приедет с севера или там со средней полосы России, ему захочется увидеть в нашем городе какую-то экзотику южную, чтобы это было действительно южная экзотика и в строениях, и в озеленении. Нам этого хочется. Ну и потом, конечно, благосленно, что будет у нас много социальных объектов. Очень хорошо осуждать, когда твой участок не попадает в эту зону рекреации. Допустим, моя мама попадает в этот участок. Участок у нее три сотки. Гостиницу там построить не может, ничего построить не может. Посмотрим, как, конечно, будет там развиваться дальше событие, и что будет с ними происходить, с этими людьми, в том числе и джемоте, которые попали в зону рекреации. Очень хорошо рассуждать, когда ты находишься где-то там дальше. Хочется видеть, конечно, чтобы первая линия города-курорта Анапы, ну и всех прибрежных городов, выглядела красиво, чтобы яхтсмены, подплывающие к нашим берегам, видели только красивые щенебельные дворцы. Вопрос, конечно, останется к тому, будем ли иметь доступ на пляж. Пример к тому, допустим, в чемчурной России. Раньше через территорию была тропа, по которой, ну, дорога даже богоустроенная, бетонная, по которой люди ходили на море. Потом вот закрыли территорию, больше не пускали. Вопрос, где у нас останутся, конечно, проходы на море. Может быть, вот генплан начнет как раз-таки развиваться и возвращать все в ряды того, как было, допустим, в социальной сфере. Золотой бухты у нас там был дом культуры, очень красивый, раньше строили для людей, детей в самых красивых местах Анапы. Откроют доступ на пляж Золотой бухты было просто великолепно, потому что там вся Анапа любила очень сильно отдыхать. И будет у нас щенебельный приятный пляж, вообще доступный для всех, будет очень классно. Ну и остальных, так говорится, местах наболевшие Анапы, допустим, набережная к 800 ступеням появится. Ведь там колючая проволока напротив ЖК Бельведер. Там очень много интересных домов с вилами-бассейнами, огороженные колючей проволокой, чтобы мы даже не могли туда заглянуть. Они занизили там тропинку вдоль моря ниже, чтобы не мешали проходящие люди, тем людям, которые там отдыхают, получать удовольствие. Ну вот с тех мест можно было бы классно начать, показать действительно, что это все перспективное развитие, делается для красивого облика Анапы. А потом уже идти, как говорится, к обычным бомжам, которые живут на побережье, и сносить их не домишки, чтобы эти людишки не мешали, не портили вид. Я, честно, в целом поддерживаю генплан, поддерживаю в том, что там в защиту попадают мои любимые дюны, будут они иметь правовой статус, это очень хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы город выглядел хорошо и великолепно, но у нас генплан был всегда. Евсикова под новый генплан продал как раз таки эти самые дюны наши, на которые сейчас ведется застройка. Ну, хотелось бы, чтобы они возвращались, конечно, в русло, обратно. И обидно, конечно, что до этого момента находилась у нас в Анапе власть, которая давала разрешение на строительство, подписывала все эти документы, муниципальный контроль, видел, что происходит, а теперь говорит, что это некрасиво, неприятно, неопрятно, давайте это все будем сносить. Потому что люди хотят в нашей стране жить спокойно, верить в свое светлое будущее. А с такими изменениями, к сожалению, светлого будущего, кажется, мы никогда не дождемся. Сегодня первая прибрежная зона, понастроят там отели, потом придут другие, увидев, как зарабатывают первые, скажут, давайте километровую зону, потом полутора километровую зону. А вы, ребятки, которые переехали сюда, и которые здесь живут, я в вашем числе, соберем свои маманатки и будем уезжать все дальше, и дальше, и дальше. Так, глядящие до Гастагаевской доберутся, посмотрим, как будет. Всем спасибо, очень жду вас в комментариях, пишите, что вы думаете по этому поводу. Конечно, она должна развиваться, она должна быть современной, но как-то в синергии с простыми проживающими людьми. У нас тот же самый господин Пахомов находил как-то общий диалог, и благоустраивался наш город благодаря ему и жителям, которые в нем живутся, потому что находились общие слова, благодаря которым и частные собственники не только на деньги города, как говорится, строили, а тротуары вдоль своих дворов, приводили город в порядок. Можно же это как-то сейчас сделать, чтобы никому не навредить. В общем, всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok